Славянская радио Всем здравия! С вами Народная Славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 апреля 2017 года, четверг, по одному из старинных, второй день месяца посева на речении, 7525 лета, неделя. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящён теме «Человек и машина. Друзья или враги?». Автор-сказитель Александр Токунов. Здравия тебе! Доброго здравия, Алексей! Доброго здравия! У нас ещё был заявлен Николай Захаров, но приболел Николай, так что будем сегодня вдвоём сражаться с машинами, разбирать эту тему и понимать, кто же нам друг, кто же нам враг. Пожалуйста, предоставляю тебе вступительное слово, микрофон, вернее, для вступительного слова, а дальше я буду наподхватить какие-то уточняющие вопросы, задавать, и надеюсь, что нас поддержат в дальнейшем наши друзья из чата Народного Славянского радио и из канала Ютуб, из нашего канала. Пожалуйста. Ну, первое счастье я хотел бы сказать об электронных помощниках различных, которые существуют на сегодняшний день. О том, как они меняют их из человека к лучшему или к лучшему. Но все мы знаем, что сейчас есть, как называемые, умные телефоны, коммуникаторы, говоря более по-русски, говоря на инстаграме, смартфоны, айфоны и прочие. Эти телефоны позволяют использовать ресурс искусственного интеллекта наподобие Siri, наподобие системы OK Google, как называемый, наподобие Carcara от Microsoft. На мой вкус, самым прогреломым является голосовая система, как бы, Экбери. Потому что, в отличие от, допустим, Siri или OK Google и Carcara, он является автономным. То есть он самообучается у тебя на телефоне, он базируется у тебя на телефоне, и ресурс на сети ему не нужны для его действия с тобой. А, скажем, как, допустим, у кого-то Siri, вот к Apple компании, необходимо, допустим, говорю ей, Siri, набери маму. Она для кого-то, чтобы сделать это, для того, чтобы ее действия, должна выйти в сеть, установить связь со своими серверами и уже потом осуществить набор номера, по моему вопросу. И все искусственные интеллекты, все помощники на текущий момент, кроме BlackBerry, они базируются на уголенных серверах или, говоря технически, в высоком лобоке. То есть если человек оказывается в лесу, и если ему необходима помощь у вашего помощника, то это неосуществимо. Потому что у нас, в нашей большой стране, не всегда есть адекватная провозка линии сетей, мобильных линий сетей, интернет, вай-фай и всего прочего. Что их позитивного про именно помощники в телефонах, в коммуникациях, в пользователях? Они, в первую очередь, помогают людям с нарушением различной функции организма, здоровья, инвалидам, оскорбаться на связи с внешним миром через мир цифровой. Поскольку кто-то не видит, у кого-то слабые глаза, у кого-то руки не работают, как они говорят, не работают у людей. И людям с такими проблемами помогает именно голосовой ввод. Тех, как голосовой ввод сообщений, видео, чака и все прочее. Я неоднократно халкилосистемский человек, у которого параллелолога как верхняя часть тела. Он может уголенно работать и в пользователе компьютер, и в принципе в цифровом виде, в цифровом мире, чувствовать себя вполне полноценным и уважаемым членом общества. Я общался с многими инвалидами, и некоторые степени поражения представляют из себя весьма малоприятное зрелище, декарты, как ему готов, и часто, как погубного рода люди, происходят отражения, скажем, как общества, отражения определенных индивидуков. Цифровой мир нам предлагают нивелировать, так как отражение, это позитивно, я считаю. Но негативный факт, в том, что в сети, как говорят, все равны. И непонятно, кто перед тобой парень, 15 лет, или хкарец, 85 лет. То есть иногда люди относятся к другому с неуважением, какими-то поколками, поковырками, и убежками. И это, я считаю, негативный момент к общению в сети. Другим негативным моментом, на мой взгляд, является гегемония, предполагание анонимности в сети. То есть обилие всяких ников, только у меня ников, где-то в пределах восьми или десяти разных, разных лет, разных областей, ведет к нарушению авторского права. Вот, например, автор был такой, Киев. Он публиковал свои книги на портале Самых Гад. Он писал о Руси, о русских людях, о месте наших людей в этом мире и в мире ином, скажем как, о миссии русского народа и вот теперь Киев пропал. Его никак не найти, и ждать его произведения закруднительно, пока, может, нельзя установить гаскаверна автора. Вот какая вексиквация. То есть это одна сказанная Мегаля. Или одна, скажем, креставая провоциология. Вторая, скажем, в том, что сейчас нахо любезное государство предлагает ввести логины в сетях хугубо по паспорту и хугубо лицам в 14 лет. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что доступ в сети должны иметь даже самые маленькие дети. Благо, система родительского контроля похваляет оградить их от той грязи, от той чернухи, параграфии, которая в сети имеется. Вот. И раз наша текущая власть покажется скроить электронную государство, электронное правительство, в сеть должен быть с момента рождения. Как или иначе, пусть до, скажем так, пяти-восьми лет молодых людей предоставляют родители или иные законные предоставители, а потом они уже сами должны вести их в сети, пусть и под контролем родителей или иных предоставителей до восемнадцати лет. Но, тем не менее, у нас ведь вводятся в холх электронные дневники, электронные системы учёков в ухах, успеваемые стеркуденков, школьников, слушателей, академий. И мне кажется, в целом это позитивно, потому что я, например, не люблю бумажную документацию, обилие, скажем так, бумажных документов, волокиты, проскаивание в офиге, терять своё время, я это не люблю. Но другой момент, что при внегрении электронной системы любой в России и, наверное, иных в краях мира приходит коррупционный отмыв денег. То есть эта система скавится, но не происходит переобучение персонала и вообще обучение персонала работой этими системами. Не происходит в полной мере ухановка этих систем. То есть мы, например, видим, как в поликлинике врач бабушка, ей ну, лет 75 точек. И она не мог разобраться, куда тыкать. Никакой кнопкой нажимать, электронная система приняла её от щёка обохморили пациента. То есть я не знаю, как в Америке, я не знаю, как в Европе, мне не приходилось пользоваться медицинами, услугами там. Благочка не приходилось. но у нас все эти системы государственного учёка, государственного хранения, учёка, успеваемость в школах и иных учебных проведениях, они безчеловечны. То есть это власть формуляров бюрократия и бюрократия машин, скажем так. и в этом негативный фактор. И порой я, как такой негативный фактор, он нивелирует всё позитивное, о чём я говорил. То есть нам-то живучим в Москве хорошо. У нас есть там многофункциональные центры, у нас есть исключительный интернет. А выйдя в регион, это никак далеко, допустим в Кверь, в Верховную область. Там ничего этого нет. Да даже в Подмосковье эти системы не внедрены. И это, я думаю, плохо. Конечно, у людей есть мнение, у нет, короче, мол, мы все под колпаком, с нами все наблюгают. Я согласен, это правда, это действительно так, мы все под колпаком всё пишется. И интернет может воспринимать как врага. И я это мнение поддерживаю. Ну, а коли у вас интернет и вообще информационные сети экопроцесс в прага, уйди в тайгу, это виоцельникам. Но главный вопрос, может ли в тайге приносить пользу своему роду, своей родине и своей расе? Я думаю, что человек, живущий изолированно от социума, а именно неокъемлемой частью нашего современного являются цифровые технологии, в общем, человек живущий изолирован, не может принести полку никому, кроме себя. А жить только ради себя, я считаю, это неправильно. Скажем так, всё, какие детей нужно делать, детей нужно учить, как бы развиваться, интернет, несмотря на весь его негатив и цифровые технологии, несмотря на всякое государство, дают ряд позитивных моментов. Ну, не знаю, у нас была дискуссия в эфире на Пухина Толстого, я неоднозначно отношусь к данным авторам, но я скажу так. Интернет позволяет мне за пару кликов мышкой, за пару нажатий кнопки скачать полное собрание произведений Пухина, Толстого и считать на моём электронном приборе, будь то электронная книга, коммуникадр или электронный пластик. И это, я считаю, несомненно позитивно, потому что в моё время, во времена там многости моих родителей, во времена юности моей прабабушки, за книгами отстаивали очереди книги искали и не у каждого вот именно книги были в печатном виде. Я, короче, большая часть народного творческого северян, именно северных харов, северного эпоха до сих пор находится в ушной форме. И мало кто, скажем, как их учёных, пытался их экологизировать, узнать, зафиксировать. В силу малогоступности северных районов российских Крым. Кроме кого, о чём я хотел бы ещё рассказать, вот о чём. Есть ведь люди, которые увлекаются гаукой, есть люди, которые занимаются научной деятельностью профессионально, например, как я. Вот. И для этих людей доступны архивы в электронном виде. Они доступны, как правило, полностью. Ну, процентов на 75. И человек, не выходя из дома, может ознакомиться с одержанием этих архивов. Допустим, человек где-нибудь во Владивостоке, а ему может носить государственный архив, который находится в Москве, материал уголовного архива. Он проходит в сеть, делает пару нахайти кнопки и делает какая-то повышение материального архива себе на свой электронный архив. Вот. И моё личное мнение, что при работе с архивами порой не нужно искать никаких ведических карцов, ни хранителя и тайных знаний, то есть это всё окнах не скрывается, и все в архивах, но оно не воскребовано. Конечно, есть там закрытые части, выморанные скорей, но ничто не будет сколь эффективным, никакие проехки врага не сделают точку, чтобы сделать простая вещь, что лень. Вот. Цифровой мир открывает перед нами большое окно возможностей, но кроме этого окна возможностей есть ещё и великое окно лжи. Я бы как его назвал? По кому что всем материалам, всем, которые выкладываются в сеть, народ верит. Верит порой абсолютно без охнователя, без каких бы ни было причин любой газетной уки, любой ухлевой новости, любому, я бы сказал, псевго-оригинальному и псевго-кредиционному культу. Веком проблема. Как же проблема в том, что интернет в охлевом населяют лица от 10 до 17 лет, вот именно они являются аудиторией больших каналов в сервисе YouTube, и проблема в этом, то есть проблема в комчике эти молодые ребята, которые могли бы стать хорошими людьми, находясь себе в сети некий окрицательный пример, но это не сколько, мне кажется, проблема сети, сколько проблема родителей. По кому что именно родитель должен уделять время своему чагу, должен уделять время его воспеканию, кому-чего бы заложить некие моральные основы. Ну, предположим, мальчик 12-12 лет, он уже понимает, от куда берутся дети, ему уже объяснили основы биологии, и заходит как мальчик на порно сайт, скажем так. Но, я бы сказал, человек с устойчивой психикой и с устойчивой моралью он просто закроет сайт и не будет на него заходить. Вот. Может сыграть, конечно, любопытство, но это уже вопрос морали. Вопрос программы родительского контроля, которая встраивается в операционную систему и не дает открывать всякие там вредительские поговорительные сайты, типа порт-хаба и прочей глядь. поэтому только любое действие, будь то действие в реальном мире или действие в виртуальном мире требует отверхливости тех, кто пользуется услугами сети, услугами в реальном мире именно чехность, именно человечность и похваляя быть нам людьми, оставаться нам все-таки в некоторой массе человечества, а не скажем в хривом. И в этом я считаю правильность нашего пути. По первой части у меня все. Алексей, если есть какие-то вопросы, реплики, помещения, пояснения, я тебя слышу. Да, конечно, есть. Конечно, есть. Но давай я тебе несколько уточняющих от себя вопросов задам. Итак, ты все-таки сам что считаешь? Вот эти все коммуникационные возможности, о которых ты говорил, вот эти все гаджеты, удобства и так далее, все-таки это нужно сейчас или все-таки без этого можно обойтись? Ну, жили же раньше и нормально, все было хорошо. Я в комнате раньше, в комнате было раньше, как было раньше, как было вчера. Сейчас они нужны, все эти гаджеты и все прочее. Сейчас ореол расселения, скажем так, нашей нации, нашей расы, он увеличился. Мы не в расстоянии своим ходом покрыть те расстояния, на которые порой расселяются наши рога. Мы не в расстоянии путем традиционной почки, порой, поддерживают связь между нами. Вот. И те коммуникации, которые нам предлагают вернят, мировая сеть, в плане коммуникации, они нехомненно блага. В плане господи по какому-либо культурному наследию нашей нации тоже благо. Но в плане вот именно тех негативных моментов, которые я говорю, вот это нехохло. И как бы необходим некий баланс между добром и хлом. То есть каждый выбирает себя, как ему вести себя в сети. Ну, например, вот у меня, у меня нет моральной дихотомии, морального различия, без того, как ведут себя мои игровые персонажи, цифровые персонажи на форумах и тем, как веду себя я. То есть я всегда стараюсь быть целью личности. Ну, и кому-то учу я своих родичей, племянников, братьев. Вот как. Ну, вот смотри, если ты говоришь о каком-то балансе, то стоит вопрос, а кто этот баланс вообще-то определяет, где та серёдочка весов, которая является центром баланса, справа или слева, и что на этих плечах весов справа или слева лежит, что туда положено. То есть кто определяет, кто кладёт и что положено? Мне кажется, милю вокруг всего одно. Это семья, как век в руках, и это род. То есть именно семейное, именно ноговое воспекание определяет то, что человек будет, во-первых, выгружать в сеть от себя и покреблять из сети для себя и для других. Вот. То есть это вопрос воспекания, вопрос морали. Вот. Что касается цензуры в интернете, допустим, я не коронник ЭКОВа. Я считаю, что информация в сети должна быть свободна. Если ЭКО касается какой-нибудь в грязи, ну пусть она будет грязь, мало ли. Главное, хамамула, как грязь не вляпывается, и ЭКОГРЯЗ не плодит. Если не будет тех, кто плодит грязь, то грязи хамой не будет. Грязь хохохнет. А потом мы её сметём метёвочкой. Всё просто. Видите, допустим, даже тех порно-хайк они необходимы. Ведь есть целая какая наука раздел психологии дефектология, которая именно занимается психическими отклонениями и их лечением, их диагностикой, их правлением. Есть какой раздел юриспруденции правовой науки криминалистика, которая занимается вопросами их насилований и прочей чергухи. И вот идя на правовую специальность, человек должен выработать определённый у них иммунитет как бы всему. Потому что я, например, учился на юрфаке МГУ и я видел, как правовые студенты правовых специальностей, девушки и парни, они просто видя некие фильмы об их насиловании, видя фотоснимки оголённых трупов, а нам в плане специальности их показывают, они краснели, они опускали глаза, они терялись. А ведь правовед это, по сути дела, адвокат, прокурор, он должен быть воином права, он должен быть расчетником справедливости, он не должен теряться, как и сталкиваются наиболее черными проявлениями легкой натур, скажем так. и цифру в интернете она приведёт лишь к одному, вот человеку наденут некие какие розовые очки в их приятии, он будет думать, что всё хорошо, их враченцев нет, всё в порядке, как это, бабочки лекают, а потом он столкнётся грязью, и это на его психику, на его моральный облик нанесёт какой угар, как не нанесёт точкой, если бы он грязью скалкивался, предполагал на неделю, и эту грязь от себя очистил, скажем так, и помогал бы с этой лезью бороться, как или иначе, вот. Да и как некое явление цензура в интернете в современной Российской Федерации, это нечто, я бы сказал. Ну, например, заблокировали хайк и хлориактор с приколами, заблокировали его не из каких-то кримических материалов, которые разрыгают ненависть, рост и прочие нехорошие вещи, а из простой карикатуры, как риарх перил. Ну, там, кот на фоне, скажем так, церкви был спонтографированный христианство православное, и он лежал на перилах. И Эрик Симак был подписан, кот риарх перил. Эрик Симак подшикали левикой на патриархе Кирилла, и их как бы не случилось без чего, ведь хайк заблокировали. Я считаю, что это тупо и неэффективно как действовать. И наши как бы органы, наш уважаемый Роскомнадзор, он должен поменять свое отношение и блокировать не хайки целиком, а конкретные страницы, которые, предположим, задевают интересы шрика именно в плане чехоты репутации, задевают интересы общества в плане чехоты морали, задевают нормы уголовного корреса в плане расыграния рост, ненависти и прочего. То есть не должно быть тупой блокировки, должен быть диалог авторами. Вот. Мне кажется, ведь многие, допустим, мой друг давний Леонид Каганов Леву, он, если разместить, он человек такой, он не политик, но он может выскакаться легко. И если его ругают, эти легкие выскакивания, он уголяет то, что не нравится нашей власти, государству. Вот. он уже на протяжении более еще 20 лет нормальный живет в сети. У него есть свой блок, у него есть свой сайт, Леву Кочками. Нужно обращать сугубо его мнение о том, что происходит у нас в стране. Вот. Ну и вот в каком духе, то есть блокировка ресурсов, их уголения должно быть гибким. Я, конечно, еще мог бы добавить кое-чего, но это уже потом. Ну ты достаточно так развернуто ответил, и к тебе сразу появляется множество вопросов, даже не знаю, с какого начать. Ну, во-первых, ты сказал, что это все определяет мера для каждого, это является совесть, здравомыслие, совесть и так далее. Но ведь ситуация-то вот в чем. Предположим, что совесть изначально есть. Да, вот так вот. предположим. Вот, ребенок рождается, совесть у него есть, но нет у него жизненного опыта. И совесть, она чиста, кристальна, она еще не может делать никаких выводов, поскольку нет тех наработок, по которым он может делать выводы. То есть нет практики, как судья, который только что пришел, нет практики, вроде бы он хочет по букве духа закона, но не получается. И он только по букве шпарит все, и начинает делать ошибки. То же самое здесь. Совесть есть, но она еще неопытна и так далее. И опыт приходит во время роста человека. А во время роста человека этот человек попадает на всякие сайты очень, скажем так, грязного содержания. И совесть, как мерила, воспринимает, это норма. Это норма. Так люди живут. То есть она готова судить, она готова определять, она готова что-то решать, она готова предлагать, что-либо предлагать, но она видит, люди так живут. И эта норма смещается в сторону черненького. Вот это самое, как я предложил, такой вариант весов, вот эта серединочка весов, она полезла в сторону, например, вот этой чернухи и говорит, да-да-да-да, То есть шкала ценностей сместилась туда, в сторону черного. И поэтому кто здесь будет определять, уже там мозги затурманены, уже опыт такой не очень хороший, и судья, тот самый совесть, ну определяет всё уже со своей точки зрения. Это первое. Второе. Если не обращать внимания кому-то на что-то, как ты предложил, что оно, оно само там отвалится, отсохнет и так далее, оно отвалится в том случае, если это ты так образно, насколько понял, к дерьму это отношение имеешь, но дерьмо за человеком не бегает, дерьмо, оно лежит себе, попахивает и разлагается. А вот то, что грязное и чёрное в людях есть, оно проявляется в обществе, когда люди в этом обществе живут. Например, какой-то маньяк или склонный к какой-то болезни человек насмотрелся каких-то видео с отрезанием голов и пошёл так же у него там мозги скрутились направо-налево и он пошёл резать, то есть всё в нём отрицательное, проснулось, он увидел «это норма, это есть, взял тесак и давай всех хреначить». А какой-то человек, у которого слишком много гормонов выделяется, мужских, ну а может быть бывает и женских, в том случае он понимает, что норма, можно так на улице встретить девочку с полумесяцем бровь, подать и к ней поговорить, а если что не так, то просто взять её и куда-нибудь пригласить, а если она не будет согласна, то пригласить очень настойчиво. То есть вот эти все нормы, они не просто лежат на земле и плохо пахнут, они проявляются в людях, и в конечном итоге может какой-то человек подойти к тебе и сказать, слушай, мужик, мне твоя что-то рожа не нравится, бабах там в череп, всё, отдохни, полежи, ну а заодно там кошелёк, посмотрю, какой у тебя наполненный, не наполненный. Вот, то есть что получается? С одной стороны, я с тобой могу согласиться, что, конечно же, какие-то должны быть вот такие моменты, где здравомыслие должно себя проявлять, но вопрос, а кто это здравомыслие воспитывает, откуда оно берётся, где те нормы, кто их воспитывает, и мы видим, что очень часто это фильмы, это интернет, это какие-то литературные вбросы, это какие-то статьи, это какие-то разговоры в пьяном виде и так далее, и тому подобное, всё человек впитывает, и грязи увеличивается, и вот этих маньяков, придурков, сволочей, гадов, насильников, их тоже количество прибавляется, так что здесь вот я с тобой не согласен, если не будет правильного, верного подхода, то тогда интернет будет воспитывать людей, но самое гадкое, как известно, оно впереди всего хорошего бежит, вот хорошее надо леять и взращивать, а всё гадкое, оно как сорняки, оно лезет везде, их не надо ни поливать, ничего, они сами растут, так что и здесь такая же ситуация, вот, и если вы же говорите о том, какая нужна цензура, то вполне возможно, если наше царство-государство заинтересовано в том, чтобы люди в нём были всё-таки человеками, оно бы предприняло такой простой ход о том, что отключается от мирового интернета, сейчас уже достаточное количество информации в нашем интернете, убирает всё, где есть какая-то обнажёнка и всё остальное, а тем, кому обнажёнка нужна, то, что ты упомянул, всяким следователям, юристам и так далее, им проводится специальный курс, это показывается всё, как, в принципе, в СССР это всё делается, воспитываются мозги, нравственность и сила воли, вот, остальное всё отключается, хочешь изучить что-то, пожалуйста, вот тебе российский интернет или там вот те украинские, вот те белорусские, неважно, в какой стране живёте, вот тебе этот интернет, там только светлое, доброе, хорошее, никаких розовых очков, но никакого там то, что не нужно гражданину нет, воспитывать этот интернет будет только доброе, светлое, ну и, в общем-то, тем самым мы убережём множество, огромное количество неокрепших душ от того, чтобы они не нахватались всякой ерунды, всякой фигни, то есть, сделать несколько целенаправленно, а вот самое лучшее из-за рубежа уже заливать через какой-то обменник интернетовский к себе напрямую на какой-то сервер, и там будет представлено самое лучшее, что есть в интернете, так что, как-то вот так вот. Ну, я сказал бы, что я вот с этой концепцией согласен, Алексей, что ты их вот, но я боюсь, что в современных условиях, в условиях нашей демократической власти это неосуществимо. То есть, если и будет какой-то проект экзаляции России от мирового интернета, то он будет осуществлен топорно, по-крупому. Вот, но если говорить, допустим, если мы имеем дело не с полной семьей, или, например, не с оговой семьей, то там действительно ребенок может быть и без присмотра, и без всего, но меня, например, воспикывал не интернет, меня воспикывал мой дед и мой дядька. Два человека, которые меня воспикывали, которые заложили мне основы. И, в принципе, у меня и на северах интернета не было. И как он у меня появился, мой дед, кто проходил окачку, мне в интернете было сидеть особо, ну и некогда. И некогда. Вот. То есть, если есть у человечка семья, у ребеночка, то пусть они бывают и бабка, мамка, пусть папа его водит в поход, и детушек в бугростях водит, и все будет. Ну, а если у ребенка не хворилось, например, сирота, или живет не в полной себе, где мать вынуждена, там, ходить на работу, пропагать, чтобы повозить, чтобы ребенка из себя хоть немного обеспечивать на должном уровне, когда эти угрозы занимаются их угасы. Должны быть похобия, большие горшины, должны быть, ну, не знаю, учебные курсы, как вот, например, я могу не точно помнить, например, в Казани есть служба отцов, как называемые, куда приходят в некий кружок женатые, уже хэээвшиеся, мужики, мужчины, и воспитывают детей, которые слипе отца, по тем или иным причинам, уделяют им время, как своим родным. То есть это первое, это все-таки дело людей, дело общения, плюс дело государства. Второе, если семья, имея определенный доход, если семья может вполне легально купить лицензионный антивирусник, допустим, как перский, и вполне лицензионно, легально, по праву, установить себе родительский контроль, блокировку, на компьютерах всяких углеряных хайков, а не похвалитель для ребенка. Вот. Но я считаю, что, я, может быть, не очень ясно выразился, что ребенка в Чернуху стоит по выходу лет 15-16, то есть нецеленаправленно, но как-то ослаблять родительский контроль, показывать, что в мире существует и несправедливость, и люди иной ориентации, к которым нужно выработать у ребенка как вешево отношения, скажем так, правильное отношение к таким людям. И существует в этом мире несправедливость, но при этом мы не должны разбивать, травмировать предыдущую установку ребенка, пока не съехали ребенка в этот хоровый и неблагоприятный частный мир не введут родители, это сделают его окружение, его одноклассники, его сокурсники, если это окружение неблагоприятно, а оно не всегда благоприятно, особенно в Москве, как в Ленинграде, то мы рискуем получить крах разбившихся надежд молодого идеалиста, как бы человек с разбившим сердцем, поправим идеалом, а нет ничего кухня, чтобы очаровавшийся идеалист, моё мнение какого. Понятно, значит, получается, что показывать чернуху ребенку надо с 15 лет, но показывать-то кто будет, интернет или родители. То есть в данном случае в этой фразе твоей я услышал, что давайте-ка теперь с 15 лет мы начнём ослаблять так называемый контроль и к конспирскому одну галочку уберём, к конспирскому, а потом уберём вторую галочку, третью, ну и к 21 году уберём все галочки, чтобы человек уж этой чернухи наелся, как ему там по совести или по душе, да. Так вот, я считаю, что это, на мой взгляд, совершенно неправильный подход. Ребёнку объяснять, где зло, в первую очередь должны папа с мамой, дедушки с бабушками, а не интернет и не одноклассники, и не улица. Вот если папа с мамой правильно себя ведут, то в этом случае они не будут прибегать к посреднику в виде интернета, где, рассказывая, например, про педофилов, ему ещё и покажут, как это делается, и ещё так намекнут о том, что это достаточно приятно, и на этом ещё можно деньги заработать. Это такой вброс будет, семечко посеяли. А кто-то будет рассказывать про то, как устроены женщины, и ещё покажут какой-нибудь такой соблазнительный порнофильм, и у юнца загорится желание, ещё это всё попробовать на практике и так далее, и тому подобное. То есть я считаю, что к посредникам прибегают только полные дебилы, дегенераты и идиоты. Человек, который ответственен за своего ребёнка, он всегда эту ответственность держит на себе, её и выполняет. А интернет в данном случае это посредник, то есть это некая религия, то есть какая-то связь кого-то через что-то повторная. А на мой взгляд, если есть семья, то в этом случае интернет там должен играть совершенно другую роль, получение знаний, другого плана, светлого, доброго, великого и так далее, а не знакомить через знание с чернухой, потому что всё равно то, что с чернухой по интернету человек познакомится, это будет виртуально, это будет получено от искусственного разума, интеллекта. Если уж чернуху показывать, так надо показывать так, чтобы он это видел или осознавал воочию и знал, что с этим делать, а не просто посмотрел какой-то очередной фильм про Супермена, как там какой-нибудь человек паук или там тётя кошка долбит всех негодяев и спасает мир, сказать, о, как классно, чернуха есть, у нас защитят. То есть интернет это иллюзия, и нечего в иллюзию ребёнка погружать. И, наверное, ещё ты говоришь, вот невозможно сейчас, ты согласен с тем, что я сказал, но это сейчас невозможно, а потом говоришь, ну вот этим и этим и этим, и дальше там перечислил, должно заниматься государство. Вопрос, а если сейчас это невозможно, то тогда почему государство должно этим заниматься, если это невозможно? Оно и не будет этим заниматься. И тогда у меня другой вопрос. А когда это будет возможно? Получается, что государство этим не занимается, чиновники приходят на службу для определённых своих целей. Нет, конечно, там есть порядочные и добрые люди, такие им неизвестны, и великой славы им. Но всё-таки мы понимаем, что иногда попадают какие-то артисты, певцы, какие-то смехачи, ну, может быть, какие-то уважаемые люди, которые в политике, в делах, в юриспруденции, в другом, ничего не понимают, но просто они туда попали, потому что или были деньги, или была слава, или было лицо предвыборной кампании, и они там оказались. А дальше они там всегда в носу ковыряются, умно, глазами хлопают, и на этом всё заканчивается. Так вот, большинство людей, которые приходят в политику современную, они очень далеки часто от того, чтобы что-то сделать в лучшую сторону. Поэтому государство, которое сейчас, как потенциал, невозможно, чтобы что-то изменило, оно таким и будет оставаться. А у меня немножко другой подход. Я не хочу, чтобы оно таким оставалось, я хочу, чтобы оно было иным. И я обратил внимание в своё время и пришёл кучу подтверждений о том, что мысль материальна, и когда человек желает по праве, чтобы это было, это наступает. А когда этого желают множество людей, и это начинает воплощаться мысль материально, и это проверено неоднократно было мною лично в этой жизни и на примере других людей тоже. И нам очень долго говорили, ребята, вы ничего не измените, у вас ничего не получится, вы сидите, не рыпайтесь, вы ни о чём не думаете. Вот вы в этом сидите, вы и сидите в этом, плохо пахнет, ну что делать, ну а как по-другому, ну лишь бы не было войны, не режут вас, ну и ладно, что вы пищите-то. Нам долго говорили, что мысль нематериальна, что мы никто, что здесь другие хозяева и так далее и тому подобное. А мой взгляд другой. Если мы это осознали, то не надо говорить, что это невозможно и невозможно сейчас. Это возможно и возможно даже сейчас. Просто на это нет представлений, нет желаний и нет силы воли. Вот и всё. Как только это появляется, мир меняется сразу и неизбежно в ту сторону, которая хочет изменить его большинство или хотя бы те, кто знает, как это делать. Вот так вот. Ну, я немножечко дополню, во-первых, по первому моменту. Человек, в 15-15 лет, средний человек, я имею в виду, средний парень, девушка, я имею в виду, что бунтовать. И если ему было говорить только мама или папа, о чём бы ка ни было, то это может сказаться негативно. Вот, например, приведу свой пример. Вот мои племянники. Одному, кому сейчас 11 лет, другому 16 лет. Вот. Они часто не слушают родителей, часто воспринимают их слова, какие им легче общаться со мной, то есть с своим дядькой, который их скажет всего, если вы скажете всего на 11 лет. Вот. И как бы им легче находить общую еду с верхниками и я считаю, что если у человека у молодого возникает некая иллюзия, что в окон в клетке, в клетке находится, то это неправильно. То есть необходимо сожгать молодому человеку иллюзию, может быть, не только иллюзию, но дать возможность свободного выбора, в том, что он выбирает сам, какие хайки ему посещать, какие мероприятия ему посещать, с кем ему общаться. Но, тем не менее, это контролировать. Вот. А не говорить, что ему, камп плохо, куда не ходи. это тоже не очень верный подход. Это во-первых. Во-вторых, о материальности мысли. Да, я верю, что мысль материальная, но человека показывает не то, что он о чем как раз подумает или на что-то надеется, а то, что человек в этом явном мире себя проявляет, то, что он делает. Вот. А учитывая, что у нас большая часть населения, когда выхода негативной установкой, что вы ничего не можете их менить, живет. Вот. То есть, процеду в олигархе больше возбудится. То есть, тех, кто, она ничего не меняет и ничего не делает. И все потуги наиболее пассионарных личностей, наиболее активных представителей человеческого не пропадают. Вот. То есть, мысль мыслью, но мысль даже сотен миллионов разумных а у нас сколько на нашей земле некого, не может их менить темную программную установку миллиардов полурорубых. И, как бы, это просто количество противостояния. Вот. И, выходит, как же, люди с негативной установкой, они преоблагают на глине их позитивной установкой. И, мне кажется, что наводить позитивную, именно, наушниковку, позитивное мышление можно только путем воспитания, путем культуры. А воспитание и культура это то, что мы можем сделать для своих детей, для своих младших родичей, для просвещения своих старших родичей. Вот. То есть, это все в наших руках. И, боюсь, только одной позитивной мысли и позитивным мышлением не опойтись. Нужен всегда позитивный пример позитивной действия. Каково моё мнение? Ведь, смотри, я не просто сказал, что мысли материальны, когда я сказал слово «материя», это говорит о том, что она проявлена, то есть появилась в явном мире. А это говорит о том, что необходимо ещё и действие. Можно бесконечно сидеть долго медитировать о том, чтобы появилась какая-то вкусная еда, но при этом так остаться голодным и умереть от голода. Можно создать мыслительный образ о том, что я хочу получить, из каких продуктов, с какой целью, для чего и так далее. И потом это начать создавать. Это первое. Второе. Вот мы сейчас с тобой общаемся на радио. Что такое радио? Но ведь радио само собой не появилось. Сначала была мысль о том, что необходимо это сделать. И оно начало создаваться. И теперь у нас есть народное славянское радио, которое выдаёт огромнейшее количество разноплановой информации для начинающего уровня, где-то даже для спорного варианта, чтобы люди поспорили, обдумали что-то, а где-то какие-то, может быть, даже ценные моменты для кого-то, даже для тех, которые уже не первый день занимаются поиском истины, древними знаниями и так далее. Вот тебе простой пример. Народное славянское радио не получило ни копейки от государств каких-то, нет каких-то грантов, грантодателей, нет каких-то спонсоров. Этого нет ничего, но оно существует и оно будет дальше развиваться, потому что всё больше и больше народу, всё больше и больше подписчиков, всё больше и больше трафика, который сейчас расширяется, уходит и так далее. Мы уже не улезаем в те штанишки, которые и так уже расширены. Это говорит о том, что мысль материальна, но нет у Бога других рук, кроме наших. Вот и всё. Поэтому, естественно, что когда я говорю мысль материальна, я перевожу её в материю, значит, в явный мир, а это говорит о том, что кто-то это должен сделать. Другое дело, что мысль материальна ещё не только тем, что я начинаю делать, а когда я создаю некое интересное что-то в пространстве, помимо того, что делаю, и своим примером показываю другим, как делать, то ко мне подтягиваются люди, и от этого мысль быстрее приобретает материальную форму, быстрее материализуется, быстрее проявляется в явном мире. Вот о чём я говорю. Что же касается, например, 15 лет бунт и так далее, то встает вопрос, а почему? А разве такое в ведических семьях в древности могло быть? Такого не могло быть. И это сегодняшние просто люди сами отравлены цивилизацией, даже если они каким-то образом связаны с устоями, но они цивилизацией уже отравлены, всё равно так или иначе. Они просто по каким-то причинам что-то недопонимают. Они не хотят осознать, что их дети такие же творцы. Они продолжают видеть этих маленьких девочек и мальчиков и пытаются с точки зрения назидания или на рока с ними работать и трудиться или воспитывать, а не просто воспитывать с точки зрения вкладывания образа своего примера и не находя в них тем самым поддержку. Мало того, конфликт детей и взрослых, он активно, родителей и детей, он активно внедряется в наши умы и ещё в прошлом и даже позапрошлом веке. Это всё активно начало внедряться для того, чтобы расколоть общество, убрать устой и так далее. Поэтому я считаю, если тямы у родителей не хватает в голове, то бунтарская вот эта энергия, которая свойственна ребёнку, начиная с 12 лет и старше, она будет проявляться в виде конфликтов. Если же тяма у папы с мамой, у бабушки и дедушки есть, они найдут друга в своём чаде, в своём уже ребёнке, в своём отроке, парубке, девице и так далее и смогут её включить во взрослую жизнь по мере её взросления, чтобы она понимала свою значимость в этой жизни, чтобы она понимала свою необходимость в этой семье. И тогда сторонние люди и подворотня для неё воспитанием не будут. И она будет защищена, потому что она будет знать, как себя вести. И никто её с панталыку не уведёт, и никто его наркоманом не сделает, никто её проституткой не сделает и так далее и тому подобное. Поэтому если убрали основы, а мы ничего не можем взамен, кроме как ремня и палки и каких-то грубых слов применить, то в этом случае получайте бунтаря или бунтарку. Ну, вот с этим я больше говорю с полосы, больше говорить пояснение мыслей. Два момента. Первый момент, то, что, когда я смотрел материальностью мысли, я называю несколько иначе, я называю технологическими пророчками. То есть у тебя возникла некая мысль, некое охарение. Ты эту мысль взял, воплотил, или, по крайней мере, сделал всё, чтобы воплотить, и вокруг тебя собрались люди, чтобы эту мысль, чтобы эту идею явить в явный мир. просто насчет материальности мысли, вот именно это в терминологии, но не в хути и в смыслах. Сейчас об этом говорят, на них, каком-тибетские монахи, которые занимаются только саморахвитием. И это саморахвити не несет никакого позитивного примера. Экой формулировкой материальной мысли спекулируют о охвате псевго-религиозных ущедей, пока искать новыми их ухами, новыми магомегами и прочими пророками. Вот. И лично в моем кругу вот именно материализация мысли или материализация шухих идей, как говорится, эта формулировка приняла дегативный оттенок. Теперь что касается в арпекане детей, я хочу кратко сказать, не каждый родитель идеален, тем более у нас в нашей отечественной психологии активно внедряется установка, что бунт в 12-12 лет это нормально, что бунт до 17-20 лет это нормально. И как они ратимы ухами всех и вук, только опять же в наших руках, в руках нас, как членов некой общины славянской, это их менить. Вот помнится, ты в одном из первых разговоров говорил о народном славянском университете. Именно такие проекты на мой взгляд нужны, для кого чтобы люди, как и знакомые с хведическими знаниями, хведической традицией могли просвещаться. Но не у всех есть такая возможность в этом хведе. Потому что многие продолжают верить телевизору, верить книгам, написанным, например, Зигмунгом Фрейгом. Да, исследование Зигмунга Фрейга замечательно. Да, исследование Зигмунга Фрейга окрахают личность человека, но они окрахают личность только одного отдельно взятого человека, самого Зигмунга Фрейга. Вот. А мы лично Зигмунга Фрейга, если мы говорим мы, отечественная психология, пытаемся траполировать на все общество. Вот. Это направление есть в науке. Я подобное направление называю по-прочому академическая брехня. Вот. Ну, предположим, к Верховной области был на рубеже восьмого и девятого веков обычный пахать на бабах. Прямо смысл. То есть распрягались женщины, распрягались девицы в паук. И вокруг деревни они опахивали. Обычный дикий, явно рожденный в больном морковке. Но этот обычный нашими уважаемыми и горячо любимыми учеными, бизнесменами от науки, он эскаполируется на все славянское общество. Без учёка разницы менталитетов, разницы вероубердений и разницы эгохватности. Вот в этом проблема. То есть на мой взгляд нету эффективного отличительного знака правды о кривке для человека непосвещенного. То есть человек видит, как там человек, какого видишь, как родится. и здесь у одного борода длинная, у вас как колено, у другого борода коробка. Но все говорят о расе, вы кому верите? И действие мирио, на мой взгляд, может служить только совесть человека, его роговая генетика, которая ему подсаживает, что этот волк, он неправ. А этот прав, или прав более-менее, скажем так. Вот о чём я хотел сказать. Значит, ну по поводу баб, которых в плуг пригаются, это такой есть обряд, и не только в Тверской области, на самом деле, в некоторых точках он есть, похожий. На них, на самом деле, никто не пашет, это делается в момент, когда идёт сход со снега, уже где-то первые сходы появляются, насколько я помню, в конце февраля, вот, и там опахивается, чтобы просто защитить своё село, это есть какие-то определённые предрассудки, но не мужики на них пашут, это женщины, которые сами собираются, и причём там не плугом железным пашут, а пашут снег, там это может быть или барана, это могут быть мётлы, это могут быть ещё какие-то другие, это могут быть саха, или что, какая-то стилизация сахи, при этом мужики сидят дома, и не дай бог кто-то высунется, вот, потому что после этого времени начинается отёл, и здесь делается такой обережный круг, который защищает деревню от горови смерти так называемой, ну это предрассудок, понятно, но в нём есть некий всё-таки энергетический посыл, и это можно объяснить, и как-то мы даже об этом говорили. Ладно, бог с ним, с этими приметами, традициями и так далее. Мы сейчас говорим про другое. Вот ты сказал, что примерно так, количество людей, которые не готовы поддержать их, огромное большинство. Так вот, если мы возьмём варновую основу, которая, на мой взгляд, вполне ясно объясняет устои славянского общества, то в этом случае получается так, жрецов единицы на самом верху есть такую пирамидку строить, дальше идут витязи, варны витязи, не воинов имеется в виду, а витязи, те, которые готовы управлять, готовы что-то привносить и так далее, и на войне управлять, и в мирной жизни. Потом идут те, которые созидают, творят, это ещё их больше. И в конечном итоге самая основа пирамиды, самая распространённая, это те, которые готовы подчиняться и готовы чему-то учиться, и которые некоторые даже не готовы учиться, но просто выполняют то, что им говорят. Значит, получается следующее, что от силы двигателей вот этих самых это процентов 15, ещё процентов 30 к ним добавить, это, получается, те, которые готовы встать на сторону и поддержать, а вот всё остальное очень часто это балласт. Вот так устроено общество. А современным обществом мы уменьшаем эти единицы где-то до 10 процентов и до 25, ещё сложнее, потому что балласта больше. Но самое-то интересное, балласт всегда хочет жить, как это ни странно, очень хорошо. Балласт всегда заявляет свои права на хорошую жизнь, на сытую жизнь, в тепле, чтобы у него было всё, квартира, машина, телевизор, пиво, водка, праздники, гулянки и так далее, тому подобное. Вот это вот принцип балласта. Но исходя из этого потребительского такого отношения балластом всегда проще управлять. Поэтому наше общество так устроено, что балласту что-то пообещали на выборах, балласт пошёл, поставил галочки, получил кто-то 500 рублей, кто-то бутылку воду, просто так, за честное слово делать, сейчас мы не в этом не разбираем. Ну и потом балласт опять же туда опускается, вниз, и опять начинает бурлить до следующих выборов. Так вот, учитывая необходимость и принцип жизни, балласта необходимости хорошей жизни и принцип его жизни, этот балласт всегда пойдёт за тем, если они увидят, что жизнь впереди хорошая, она налаживается. Они, как движущая сила, изначально никакой роли не играют. Они готовы только присоединиться в том случае, если они уже не слова слышат, а видят какие-то дела. Но, и мы знаем, что вот эти вот или 15, или-40 процентов, в зависимости от того, сколько, этих людей, они могут своей силой воли и своей проницательностью и правильными словами, самое главное, правильными действиями очень многое менять. Не надо рассчитывать на 100% населения, потому что из 100% населения есть те, которые старики, которые уже отжили, они свою могилу увидят, и их ничего не интересует. Есть дети малолетние, которые ничего не понимают, и они их не интересуют. Есть подростки, юноши и девушки, которые считают, что они уже начали что-то делать, но при этом опыта никакого нет, и в этом случае им доверять что-то смысла тоже нет. Их можно только привлечь на свою сторону, как генераторы, вот эти вот, исполнители энергии и так далее, это в лучшем случае. Есть спившиеся люди, есть люди опустившиеся, есть люди, которые закручены в каких-то своих проблемах, их ничего не интересует. Поэтому они будут присоединяться только когда, когда почувствуют, что да, вот за этим сила, вот тут есть движение и так далее. Поэтому рассчитывать надо не на 100%. Это всегда была ошибка тех, кто считает, как что там, где меняется, учитывая 100% населения. Нет, учитывать надо тех, кто способны что-то делать и делать осознанно, потому что в них и воля, в них и разум, в них и энергия, в них сила и всё остальное. Так что если мы это всё будем учитывать, то тогда всё будет правильно, потому что мы будем правильно ставить приоритеты и ориентироваться на тех людей, которые не сидят кулачком сопли по лицу, не растирают, которые водкой не заливают свои горе и проблемы, а которые готовы что-либо менять. А вот когда уже начинается движуха и когда что-то идёт, вот тогда те, которые до этого растирали сопли, они первым бегают на баррикады и кричат, да я же это же хотел, я же об этом и мечтал, я потому и водку пил, что у меня не было представления. Теперь-то у меня представление есть, как Печкин, теперь я правильный, хороший, у меня теперь велосипед есть, да, вот из этой же серии. Так что не всё так плохо, друзья мои, давайте вот эти упаднические всякие настроения в сторону уберём и просто поймём, что собираются в данном случае, в данном месте лучшие из лучших, и что лучшие из лучших будут творить новый мир, они творцы, они созидатели. И вот эти все происки мирового капитализма, в кавычках, которые нам говорят, что мы никто и звать нас никак, и то, что мысли нематериальные, и то, что вы ничего не можете, ничего не получится, давайте их в сторону уберём или отправим по нужному адресу в нужное место. Да, Алексей, ты сказал много правильных слов, но я не согласен в одном, наш северя, учили немного по-другому, нам всегда говорили, что они все марха, аморфные, это не есть следствие в сигарте уклада бытия нашей нации, в сигарте и расхабелой. Нам говорили, что оборвание этой мархи это есть поздний этап нашего закрепощения именно появившись на этапе позднего нашего попытки реформировать нас, попытки сделать нас покорными системе именно будем говорить современным термином мирового капикала, неких мировых элит, которые преследуют только свои скорые интересы. То есть, если говорить о современном обществе, все, что я сказал, все верно. Подписываясь, подкажем, что наличие аморфной массы в таком большом количестве было не всегда и не везде. Ну, так правильно. Где ты, повтори еще раз, где тебя учили вот этим всем премудростям? Меня этим премудростям учил мой дед, учил мой дядька. Бабушка мне всегда об этом говорила. То есть, мы всегда халили хоровыми ухлами, пусть мы вынухнены были скрывать свои убеждения, но у нас всегда это было. То есть, мы всегда знали хоровыми и знали, что мы готовы больше, кроме как прозябать в логерях как антисоветский элемент, валить лес и хорово, гнить в шарках. Мы всегда знали, что мы можем творить, можем хорговать, хазегать. Вот. Видишь, как здорово. Смотри. Существует такое понятие как хранители. Ты об этом знаешь, не мне тебе об этом рассказывать. Хранитель — это тот, на кого возложена функция что-либо сохранить. Отсюда и слово «хранитель». Но есть момент, когда хранителю что-то даётся на хранение, а есть момент, когда хранитель что-то отдаёт сохранённое, тогда, когда это сохранённое должно воплотиться в яве, в новых условиях. Сейчас такое время пришло. Поэтому, когда тебе уважаемый дед, бабушка, твои дяди, тёти, отец с матерью это всё говорили и давали, это был ещё тогда не момент выкладки в мир, это было всего лишь навсего время, это было время сохранения. И к тому времени эти слова относятся точно. Сейчас же пришло другое время. и кто не замечает этого, ну что ж, я в этом не виноват. Я это замечаю, время пришло и меняется всё очень стремительно и очень быстро. Появились такие технологии, о которых мы сейчас с тобой говорим, которые, например, твой дед в те времена даже, наверное, представления не имел в том виде, как они сейчас есть. Если бы сейчас ты ему, например, перенёс туда, когда ты был ещё совсем маленький и стал ему что-то рассказывать, он сказал, Сашенька, ты, иди, отдохни там, да, устал, наверное. Нет, это именно тот, кто привил мне любовь именно к прогнозированию, к рассуждению и обогательности, к фантастике. Да-да-да, но при этом многих технологий в те времена не было. Я не к тому, что он тебе закрыл наоборот, я говорю, он тебе это говорил и он тебя сподвигнул, но если бы сейчас, например, ты вот те знания, которыми сейчас обладаешь, просто явился бы туда и стал говорить, он бы с настороженностью отнёсся к тебе, потому что, да, с одной стороны это здорово, но это бы была ещё больше фантастика, нежели бы он тебе о ней рассказывал, потому что ты бы в его глазах был более чем фантазёром. Если бы ты стал это рассказывать не деду, а каким-то там людям со стороны, ну тогда бы 0,3 бы за тобой приехало, да? Да, вот поэтому давайте так, всё меняется, всё течёт, есть время ночи, есть время дня, время дня потихонечку, слава богам, настаёт, и надо нам выходить на это, на улицу, на божий свет уже и выносить то, что мы сохранили, вот о чём идёт речь. Поэтому я нисколько не сомневаюсь в словах праведных деда и других твоих родственников, и таких же слова, такие же слова примерно я слышал и от своих, но это были слова тех времён, времён хранения, когда нельзя было высовываться, не дай Боже, а то хранитель-то, если уйдёт, кто хранитель-то будет, да, если уберут хранителя. Поэтому да, сейчас всё просыпается, всё выходит, и поэтому пришло время уже понимать состояние общества, состояние того, что происходит на верхах, а на верхах там происходит тоже брожение, прекрасно понимают, что если так они будут себя вести, то сметут их, несмотря на войска, на современную технику, на модернизацию, всё остальное, на большое количество денег вложенных делах, всё равно сметут, потому что эти люди, которые охраняют, они сами люди, они живут в такой же среде, они не живут в концлагере, не ездят на работу из концлагеря в другой концлагере, да, они живут в обществе, они прекрасно видят, что происходит, и поэтому чем больше недовольства будет возникать, тем больше будет проблем, и поэтому наверху, что ж там, идиоты же сидят, да нет, не идиоты, там много достойных людей, которые понимают, что и проблема для них личная может быть угроза, и проблема для страны, а если проблема для страны ослабления, то и личная угроза увеличивается. И тут взаимосвязь такая, потому что, ну, грубо говоря, любой царь, он в своей стороне заинтересован, чтобы страна была сильная. Если страна будет слабая, то и царь будет слабый. И его просто придут и прорвут, да? Вот. Поэтому здесь все взаимосвязано. Не надо думать, что какие-то там, кто-то говорит, упыри там пришли, они сидят и ничего не понимают. Да все прекрасно там понимают. Поэтому и начинает всплывать уже и по телевидению, и в средствах массовой информации то, что раньше даже невозможно было представить, что об этом даже скажут. Не то, что покажут и какие-то передачи или фильмы снимут. Но, естественно, по накатанной, поскольку еще до конца все не сделано, и поскольку еще нету тех людей, которые вот так сидят и думают, ну, что от нас зависит, что мы можем. По накатанной еще сейчас идет. Ну, естественно, есть вот эти отмыватели там, ну и прочие товарищи, которые продолжают поставлять продукцию низкого качества. Я в кавычках называю ее «Дом-2» или фильм «Викинг», вот. Которые пока еще народ хавает, но уже начинает говорить, уже ропот пошел, уже идет ропот в рядах, а ребятушки, что-то не то идет. Вот. И это хороший знак, это хороший символ. Так поэтому возвращаемся к нашему. Если сейчас появляется все больше и больше сайтов, на которых распространяется не порнуха, а распространяется пища для умов, раскрываются какие-то знания, это говорит о том, что время пришло. Давай мы сейчас сделаем небольшой музыкальный перерыв. Да. И в летом уже продолжим, отвечая на вопросы наших радиослушателей. Вот мне хочется какую-нибудь хорошую музыку поставить. Думал, что ж такое светленькое-то? Хотя ночь на дворе у многих. А хоть что-нибудь такого весеннего, доброго, радостного. Солнышко встает, а солнышко утром встает. Вот давайте послушаем песню. С добрым утром, любимая. Народная славянская радио для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok